Частью грандового проекта является подготовка изданий, посвященных коллекциям нашего музея. Это каталог иконописи и декоративно-прикладного искусства Древней Руси, а также путеводитель по экспозиции музея. Я, как участник проекта, работала над каталогом иконописи на протяжении нескольких последних лет. Однако я не являюсь единственным автором. Скорее, участником создания этой книги. Основной автор каталога Сергей Левченко, который долгие годы работал в музее, но к моменту начала, завершающей стадии работы каталога он уже не состоял в коллективе музея. Мы покинули его. Работа началась с того, что мы привлекли рецензентов. Рецензентами стали научные сотрудники, серьезные, глубокие специалисты, сотрудники музея древнерусской культуры имени Андрея Гублева в Москве. Тогдашний директор музея Попов инициировал работу группы рецензентов. Мы получили лицензию с серьезными замечаниями. И вот следуя этой лицензии я работала над редактированием и дополнением каталога. Теперь эта работа завершена. Каталог еще в прошлом году уже был готов к печати. И вот такое счастливое стечение обстоятельств обретения этого гранта позволило начать работу по его допечатной и подготовке к публикации. Каталог охватывает всю абсолютно лекцию иконописи и древнерусского прикладного искусства, как принадлежащему музею. Она невелика. Иконописный раздел содержит 70 позиций. Немногим более 20 посвящены произведениям археологии древнерусского прикладного искусства. Коллекция невелика, но она содержит целый ряд подлинных шедевров, замечательных произведений и иконописи. Этот ряд открывает великолепная икона благоверные князья Бориса Глеб, которой мы начинаем всегда разговор об иконописной коллекции в нашем собрании. Оно находится всегда в постоянной экспозиции. Сказать, что иконописное собрание не изучалось, до этого нельзя. Многие поколения наших коллег, предшественников, занимались изучением коллекции иконописи. И результатом этого изучения стал вот этот очень скромный, бумажный, без иллюстрации, каталог 1992 года. Это первая попытка публикации нашей коллекции. Она насчитывает немногим более 20 страниц. Сегодняшнее издание – это 280 страниц текста, который наполнен серьезной и сторонней информацией, описывающей произведения грамотно, рассказывающей об иконографии, о выставочной истории и истории публикаций в различных изданиях. Каталог содержит, если не исчерпывающее, то на сегодняшний день всю возможную доступную информацию о наших произведениях. Мы с нетерпением ждем его выхода. Продолжение следует...